Добрый вечер и приветствую всех на этом канале. В этом видео мы поговорим про процессор i5-11400. Стоит ли его покупать для игрового компьютера в 2022, или уже почти в 2023 году, или уже стоит смотреть в сторону таких процессоров, как i5-12400 и i3-12100? Это видео я решил снять, потому что недавно обновил процессор в своем компьютере с i3-10105F на i5-11400. Некоторые спросят, почему я взял процессор i5-11400, а не i5-11400F. Ну, ответ очень прост, потому что когда я пришел в ДНС, его там не было, там был только i5-11400. Но я подумал, разница в цене не такая уж и большая, но встроенная видеокарта в процессор все-таки не помешает. Почему? Ну, потому что, ну, мало ли вдруг, не дай бог, конечно, но если сломается видеокарта в компьютере, то компьютер хотя бы будет просто работать. Компьютер будет хотя бы просто включаться, и на нем можно будет хоть как-то поработать. Также, почему я не стал смотреть в сторону i7? Ну, потому что материнская плата в моем компьютере не то чтобы дешевая, она не прям какая-то супер дешевая, нет, но она довольно-таки бюджетная, да, B560 чипсет, так-то нормальная, но я думаю, ставить сюда процессор выше, чем i5-11400 нет смысла. Да и плюс, все-таки компьютер у меня чисто для игр, и сильно мощнее процессора пока что для игр не надо. Да и плюс, видеокарта у меня далеко не самая лучшая, а именно GTX 1660, поэтому, в принципе, в играх наверняка будет все упираться в нее, какой бы я процессор сюда ни поставил. Просто с такой видеокартой сильно лучше игры работать не станут. Если вы спросите, для чего я тогда поменял свой процессор с i3-10105F на i5-11400, но тут все просто, потому что игры все-таки иногда слегка подлагивали, ну, чуть-чуть, я не знаю, как это объяснить, то есть FPS в играх, в принципе, никак практически не вырос, там максимум на 1-2, ну, просто игры стали работать чуть лучше, чуть плавнее, вот и все. А по факту FPS в играх не вырос. Также, почему не процессор от AMD? Ну, все просто, во-первых, материнская плата у меня в компьютере все-таки подпроцессоры Intel, а менять еще и материнскую плату мне совершенно не хотелось, так как это все-таки было бы дороговато, но, скажем так, процессоры от AMD, я считаю, очень даже неплохие. И вообще, когда мы с другом выбирали процессор для его нового игрового компьютера, мы ему выбрали процессор Ryzen 5 3600 от AMD. Это очень неплохой процессор, в принципе, AMD делает очень неплохие процессоры, но так как у меня все-таки, во-первых, материнская плата под процессоры, Intel, ну, и как-то уж так получилось, что все мои ноутбуки, компьютеры всегда были на процессорах от Intel. Поэтому пока что я буду пользоваться процессорами от Intel. Хотя AMD тоже очень неплохие процессоры. Кстати, поначалу я опасался, что мне не хватит этого кулера для i5-11400. Просто многие говорили, что он довольно-таки горячий, но, слава богу, ничего покупать не пришлось, его более чем хватило. Плюс я в свое время специально выбирал именно такой кулер, так как мне не хотелось себе в компьютер какую-то большую систему охлаждения, просто выглядит это так себе. И еще, у меня в компьютере оперативная память на 2666 МГц, а этот процессор поддерживает память на частоте до 3200 МГц. Может, стоит разогнать эту память? Ну, чтобы процессор работал на максимум. Купил себе еще новый SSD-диск на 480 ГБ от компании Kingston вместо моего старого диска, который был всего на 240. Из-за этого его сильно не хватало для игр, сами понимаете. Современные игры могут и по 100 ГБ весить. Также я недавно купил себе еще два вентилятора от Arctic и поставил их сверху на выдув. Я думаю, данная компания не нуждается в представлении. Ну, что могу сказать, она действительно делает неплохие вентиляторы. Так что, если вы думали, стоит ли покупать вентиляторы от этой фирмы, то могу сказать, что да, однозначно стоит. Они действительно неплохие. Видно, что они качественные. Ну и что самое главное, очень тихие. Так что советую. Единственное, как по мне, не хватает чего, это вот такого подключения напрямую к блоку питания. Недостаток у них есть такой, да, что нельзя подключить сразу к блоку питания. Но, с другой стороны, ладно, если уж есть вот такие. Вот, собственно, как-то так. То есть, вообще удобно. Я считаю, это, кстати, одно из самых, наверное, лучших, что есть в вентиляторах. Да, это вентиляторы, они какие-то особо там навороченные, у них там нет подсветки и так далее. Ну, блин. Зато они очень качественные. И, в общем, в советую, хорошие вентиляторы. Итак, переходим к тестам в играх. Для теста я решил использовать три игры. Две из них вышли в 2020 году, это Cyberpunk 2077 и Mafia Definitive Edition. А одна, чуть постарше, вышла в 2018 году. Это Lara Croft. Думал взять для теста еще одну игру Doom Eternal, но решил, что в этом нет уже никакого смысла, так как эта игра просто идеальна в плане оптимизации. Поэтому я уверен, что будет идеально работать на большинстве современных компьютеров. Ну и что я могу сказать после тестов этих трех игр? Процессор так-то меня не разочаровал, но есть проблемка. Все упирается в видеокарту. Сами посмотрите, насколько загружен процессор и насколько загружена видеокарта. Видно, что серьезной прибавки в FPS нет. Если что, я помню, какой примерно был FPS, когда у меня был процессор i3-10105F. И что я могу сказать, серьезной прибавки в FPS нет. Жаль, конечно, что не записал тесты со старым процессором, но все же, поверьте мне на слово. С таким процессором, разумеется, желательно использовать такие видеокарты, как RTX 2060 или даже 3060. Тем не менее, в любом случае, этот процессор выдает более-менее нормальный FPS в Cyberpunk 2077. Так что и другие игры, скорее всего, также потянет. Итак, подведем итог этого видео. В принципе, в этом видео мы узнали, что процессор i5-11400 очень неплохой процессор. Ну, в принципе, что и следовало ждать. Это очень хороший процессор. Довольно-таки холодный, мощный, тянет игры без проблем. В принципе, что еще надо для игрового компьютера? Стоит ли его покупать сейчас? Ну, вот тут, опять же, довольно-таки сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, все, он на устаревшем сокете LGA 1200. Больше современных процессоров не будет выходить. Поэтому, если вы захотите обновить себе процессор, то вам уже придется покупать новую материнскую плату. С другой стороны, вам никто не мешает купить какой-нибудь i7-11700 вместо i5-11400. Если вы захотите уже перейти на новое поколение процессоров, придется покупать новую материнскую плату. Ну, и, кстати, еще один плюс. Материнские платы, которые хорошо подойдут к такому процессору, стоят не так уж и дорого. Это, кстати, еще один плюс этого процессора. Да и вообще, я думаю, этот процессор вместе с видеокартой RTX 2060, или желательно даже 3060, я думаю, будет тянуть современные игры еще не один год. И я думаю, это очень неплохое решение для игры. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. И спасибо за просмотр. Всем пока.